Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще и стратегическим жеужекам в частности! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за Индию ядерного Ганди Сидмерс Цивилизейшн 6 на последнем уровне сложности Божество с челленджами, в котором я... Да, давайте, знаете что, лучше перейти к первой серии, если вы не знаете, в чём челлендж. Ссылка в описании, в прикреплённом комментарии. Лучше начните смотреть с первой серии, там объяснение всех челленджей и вообще смотреть сериал с самого начала лучше всего. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, а вкладки сообщества большое спасибо им за поддержку и немножко поджигания попочек, слава Украине! Ну что ж, вышли мы в нормальный век, в возрождение, не самый лучший вариант. У меня постоянно, кстати, мапуча в героическом. Меня постоянно спрашивают, почему мне так не нравится нормальный век. Есть видео у меня на канале про века. В двух словах нормальный век просто ничего не даёт. В тёмный век хотя бы что-то... Есть определённые бонусы за счёт карточек. Кроме того, после тёмного можно в героический выйти, а нормальный, получается, просто ничего не даёт. Так, надо вообще подумать, что нам тут взять. Религия так-то распространена? Хорошо, а... Так, подожди, я хотел, во-первых, укреплять религию, так? То есть я, наверное, сейчас буду веру тратить на укрепление религии, а не на распространение. С другой стороны, всё-таки распространение, подумать по поводу Фесса, то есть его засоюзить и попробовать, например, тут какие-то города корейцы пообращать. Какой-то у вас вообще есть шанс Фесс засоюзить? А вообще, а почему меньше стало? Слушайте, есть шанс союзить Фесс. Он, обращая в свою религию, с помощью религиозного именно юнита. Так, значит, я всё-таки, наверное, тогда возьму на исход Евангелиста, потому что плюс два очка эпохи. Тут, конечно, здесь живут драконы, плюс три даёт аж за континенты Чудо-Природные. У меня что-то сомнение, что... Ну, я вот тут немножко похожу миссионером, но так, чтобы я именно в эту эпоху сейчас буду что-то открывать много, вряд ли. Просто вряд ли. Поэтому всё-таки исход Евангелистов давайте. Дальше я хотел посмотреть ещё, где у нас... Да, Вавилон всё-таки у нас такой тут. Фигаси уже в новом времени. Вот где-то в этой техе, в одной из этих. Давайте подумаем. Ну, мог угольную электростанцию, мог уже в переработке быть. Угольную шахту и броненосец тоже мог построить. Ну, и трилинейных пехотинцев тоже мог. Чудо света промышленной эпохи вряд ли. Да, ну и мы тут, конечно, дико отстаём. Всё плохо у нас, 23 науки, 23 культуры. Я только радуюсь, что то, что я воюю с Египтом... Египтом... Египет тоже отстающий. То есть, тут, собственно, не будет каких-то... Так, значит, в Дели мы покупаем сразу апостола. За 200. И что мы следующее строим здесь? Храм я построил. Всё верно. Всё верно. У нас защитник веры и медитация дзен. За счёт этого у нас хотя бы довольство есть. Да, напоминаю, что с первыми пятью, раз, два, три, четыре, пять, я вообще не имею права торговать никак. А вот с этими тремя имею право, но с первых десятью обязан осуждать. Только сейчас мы глянем, есть ли мне с ними так Вавилон и Осман. Ну, то же самое, если вы проходите вместе со мной... Так, вот, к сожалению... Он мне не даст ничего за... То есть, мне нечего предложить ему за ртуть. Ну, и у Османа... Тоже нифига нету. Может, поторговать цитрусовыми хотя бы. Да, ну, когда осуждение, они ничего не предлагают. Не знаю, опять же, баг этой игры или специально так сделано. Ладно, не буду пока. Так, а что у нас тут стоит? Сто процентов оборонительных зданий. Четыре торговых пути. Вот это можно отложить. Четыре торговых пути я должен сделать в будущем. Давайте, наверное, наемники откроем. Так, военный лагерь, два кампуса. Два кампуса я сделаю. А, блин. Не, могу наемники открывать. Да, через военную подготовку в наемники. И там потом в торгов... Или, блин, нефтеократию. Но я не могу в теократию... Нет, могу. Нет, не могу в теократию без исторических хроник. А исторические хроники мне два кампуса надо. А я еще ни один не построил, кстати. Блин, надо... Столица, центр коммерции, священная... Я вообще могу еще два района сделать, правильно? Может, все-таки тут где-то правительственную... Я понимаю, что я тут вот красиво расставил. Но с другой стороны, а где ее тут ставить? Это у меня последний... Хотя лучше так пойду на всякий пожарный. Встану так и тут поставлю город. Это вообще последний город, как я понял. Да, я могу. Так, тут надо спасать. Ну, могут, кстати, слона убить, если он решит подойти арбалетами. Тут я постою на месте. Черт, все как-то... Все опять плохо как-то. Так, с Кахоке я не воюю. По-моему, с ГГшками никакими не воюю. То есть, имеет смысл, наверное, этого апнуть. Или дождемся наемников. Четыре хода до наемников, чтобы апгрейдить юниты. Давайте, наверное, дождемся. Так, тут просто гуляем. Открываем города, в которые мы будем посылать шпионов потом. Альгамбра, неизвестный игрок. Латника, полководца, озарение для замков. Обратите в веру. Ну, мне надо, наверное, будет сейчас на веру упор сделать. Если я засоюжу ФЕС, то это очень многое могу науки получить. Кстати, а вот здесь я не могу поставить никакой город еще. Нет, слишком. Ну, вот сюда могу, но тут без воды будет. Так, и что у нас на конгрессе на данный момент? Сто процентов в центре города. И у нас один ход, что ли, остался? Да, значит, мне надо что-то в центре города построить быстренько. Амбар. Амбар, точно. Точно амбар. Так, и здесь у нас два действия строителя, два влияния. Строительство оборонительных зданий, но это уже... Хотя вот в Хайдарабаде надо было... Эх... А, ну, давайте мы вот эти... Один ход поставим, потому что сейчас уйдет сто процентов к центру города. Вот сейчас будет голосование прямо так. Надеюсь, слоник выживет, пожалуйста. Не лезь к моему слонику, не трогай его. Это мой любимый слоник Валера. Фу, ушел, да. Ну, это вообще вся армия, походу, Египта. Там два арбалета и латник. Так, вот два очки великих людей этого класса. Я буду за торговцев. У меня... Именно... Остальные мне просто ничего не дают. Дальше... Стоимость производства и приобретения военных юнитов снижена за производство. Комп, это опять никак не является... У нее там производство на 80% и так больше моего. А вот мне это поможет. За веру я их покупать не буду. За золото тоже. Но я не думаю, что это все пройдет, что я... Вот за что я голосую. Давайте, наверное, даже все вольем, потому что у нас, может быть, в будущем из-за плохих отношений и из-за претензий просто не будет в итоге очков дипломатии. Да и если не проходит предложение, напоминаю, очки дипломатии возвращаются, то многие боятся вкладывать. Ну вот, не начисляются очки великого пророка. Так, нафига, там, по-моему, уже все в игре пророки взяты. Ой, снижено за производство. Вот это прошло. Отлично. Так. Ну, я бы вот это убрал, наверное. Военные лагеря, гавани. Ну, блин, я ничего вот этого пока не буду строить, а потом я все равно поставлю тут карточку на снижение апгрейда. Может, тогда пока оставить плюс 100%, чтобы в Хайдарабаде... Да, блин, мне не нужен в Хайдарабаде стенка. Я ее строил просто потому, что там... Вернем на амбар. Или нужна была? Блин. Столько всяких вариантов хочется сделать, согласитесь. Так, укрепим проповедовать верование, да? Что у нас тут есть осталось? Ну, наверное, науку возьмем, межкультурный диалог. За каждый исповедующий эту религию город, в котором построено чудо света. Нет. Деньги нет. Культура. Культура тоже вариант. Культура тоже вообще вариант. Ну, наука в данном случае нужнее. Ну, это плюс 10 науки сразу. Хобана. Хобана. Так, лечимся. В Мумбаи. Так, я... У меня лавента сюзерены, плюс тут от храма, да, идет. Я бы еще, конечно, канди засоюзил, но пока нам фесов будет важнее, когда мы будем распространять религию. То есть, мне сейчас веру надо. Значит, светилище строим. Че уж тут. Так, надо... Тут все обработано. Наверное, давайте тут ферму снач... Не, блин, или здесь все-таки ферму, потому что тут уже стоит ступенчатый колодец. Давайте тут ферму сделаю. Наверное, такой тройничок из ферм. Давайте подумать, как эти ступенчатые колодцы, они не могут соседствовать друг с дружкой. О, это, кстати, запретный... Да, запретный город строит Корея. Ну, я бы сейчас сменил хотя бы, хоть на какое-то время, но тут, по-моему, ничего. Против варваров нафиг надо. Доход мародерства нафиг надо. Давайте пока... Подождите, а не отваливается никакой город у нас? Совершенно случайно нет. Не отваливается. Все, по лояльности зашибись. Ну, тогда поставим просто вот это к обороноспособности. Вдруг кто-то, там, Египет будет подходить к городу. Ну, я бы сейчас до конца, да, укреплял религию. И после этого уже брал бы... Так, Дели пока на производство. Эти на еду производство стоят. Военную инженерию надо пока, наверное, отложить. Да ладно! Уже пингала у меня выкидывают. Но это, скорее всего, конечно, Египет. Больше некому. Но это прикол. Да. Так. Вообще нету смысла пока открывать. Это, ну, типа промышленные зоны ставить. Но мне их негде ставить. Ладно, давайте стримя откроем. Ну, надо, видимо, идти вот эту... Блин. Политический район. Мореходство, кстати. Кстати, можно и мореходство открыть. Чтобы можно было грузиться на корабли и жемчуг обработать с черепахой. Да, знаете что? Пойду вот сюда вырублю пшеницу. Этим рабочим. Видите, ферма добавляет здесь. Я, наверное, здесь тоже ферму поставлю. Ступенчатые колодцы не могут быть рядом. Там у нас вулкан. Это страшненько. Так, я бы здесь, наверное, отложил на один ход производства. Или... Просто думаю, в этом городе строить правительственную площадь. Семь ходов. Ну, наверное, да. Все-таки здесь сделаю. Ромашку. Получается, этот город... Где-нибудь... Например, здесь... Священное место. Здесь... Кампус. Блин, вообще-то... А, ну да, здесь гавань у нас будет. Мне не нужно коммерческий район. Ну, тогда коммерческий район в Ангаре здесь получается. Да, видимо, так. Ну, хоть где-то определенность есть. В этих городах вообще пока непонятно, как ни что ставить. Да, откладываю на один ход строительство. В Дели что мы делаем? Тоже важный вопрос. Амбар мы построили на рост. Ну, наверное... Я бы, наверное, еще строителя сделал. Тут куча клеток не обработана. Давайте пока строителя сделаем. А потом уже подумаем с этими районами. Кампус явно нигде нормального соседства давать не будет. Так, акведук. Кстати, наверное, имеет смысл и акведук будет сделать. Потому что, наверное, вот сюда я могу дамбу. Давайте, знаете, как сделаем? Тут акведук. Тут получается дамба. И тут тогда, видимо, промышленная зона. Да, очень-очень мало у меня производства. Поэтому все очень медленно, конечно. Это очень плохо. Так, все. Я откладываю производство. В всех остальных городах еще что-то строится. Shift-Enter. Кто не в курсе, как не строить, если не хотите. Колизей Хамурапи сделал. 141 наука у Мапучи. Прям даже очень... Вообще тут у Мапучи лидер. Я не понимаю с хрена. Хотя мне надо их осудить сейчас будет этим ходом. Давайте посмотрим, не воюет ли с кем-нибудь Мапучи. Нет, он в союзе с Вавилоном. Кстати, а вот это... Я надеюсь, он не в научном союзе. Потому что это может... Ну, очень-очень бустить Вавилон именно. А вообще, хоть кто-нибудь в войне, кроме меня? Да, Вавилон с кем-то воюет. Рим с кем-то воюет. Турок аж с двумя воюет. Ну и Греция. Греция вообще только шестерых встретила. Нормально. Так. Еще раз проверю торговлю. Вдруг что-нибудь появилось. Нет, видимо. Без вариантов пока. Опа. Летучий отряд прискакал. Так, как мы тут... Передвинем юниты, чтобы... Ну, слоны все еще нормально стоят против этой фигни. Тем более мы тут можем... Так, а летучий отряд это у нас где? Вот тут. Ну, недалеко. И мне не знаю, мне имеет смысл. Это легкая кавалерия, а слоны у меня тяжелые. То есть, слоны типа в рыцарей должны апаться. А, не, в кирасиров апаются. Ну, кстати, это и к лучшему. Так, вопрос. Может ли он добежать до моего этого... Ну, зоны контроля... Вот для этих юнитов зоны контроля нету. Это прям 100%. Поэтому лучника надо прятать. Блин, все-таки не очень удачно. Мне кажется, я тут расставил. Давайте тут пока ферму. А не добавляет еще ферма? Плюс пища, если находится рядом с... То есть, еще одна ферма не добавляет еще еды. Ясно. Эту я вторую, значит, зря делал. Я тут подходить не буду. Я вот буду, что он может сейчас сюда просто запрыгнуть и разго... Ну, хотя... Хотя может, да. Так. Значит, подходим сюда. Выкупаем этим городом. Потому что тут дешевле. Видите, 45, а здесь будет стоить 70. Радиус ближе. Выкупаем. Причем, я думаю, что я именно для этого города и вырублю. Пускай он вырастет. А вот теперь передам агре и начну строить правительственную площадь. Мореходство есть. Что дальше? Это мы можем ускорить? Это можем ускорить два морских ресурса? Можем... А, так мне надо открыть. Даже без ускорения надо открывать, чтобы гавань тут можно было строить. О, Чинай начал лояльность утрачивать все-таки. Сильно. Ну, 0.9 нормально. Тем более сейчас вырастет, опять лояльность вернется. Так, в Хайдарабаде можно пока не расти, чисто на производство. Он может купить здесь рабочего. С другой стороны, следующим ходом... Ну, вообще апнуть стоит сколько? 125. То есть будет стоить с карточкой 60... 65, что ли? Будет стоить... То есть 120 мне надо на ап этих. Можно будет еще, кстати... А, эти в рыцарь. Вот это еще в рыцарь можно... Или я не открыл рыцарей? А что я отменил рыцарей? Подождите. Давайте сначала рыцарей... А, он через ученичество идет. Ладно, надо. Смотрите, это у нас один ход. Три, четыре. Четыре хода. А тут пока... Монумент строит 7 ходов. Нормально. Не буду пока покупать здесь рабочего. Мне не хватит на ап тогда этих двух лучников. Вот это интересно, куда побежит. Я ставлю на то, что вот... Либо сюда забежит, на центр коммерции, Либо на... На центр коммерции. Но не смог ничего разграбить. Ну, минус. Минус юнит, значит. Катастрофическое. Два жителя потеряно. Фак. Повреждена одна клетка. Но это... Это какая интересная. Так, скидка на улучшение. Прежде всего, мы постреляем бастионами. Какая клетка разрушена. Вот это сахар, видимо. Ещё и тяжёлую колесницу. Так, пингалу в столицу возвращаем. Теперь меняем... На... Скидку в деньгах. АПМ... Шестьдесят просто стоит. Этого и этого. Следующим ходом ещё сможем... Ну, ладно, стоим. Коляска. Не думаю, что два раза подряд будет. Ну, вот, как и вовремя... Получается, строим... Рабочего. Так, надо черепашек и жемчуг обработать. Ещё пожар. А где-то у меня уже горели тут леса. Где-то, по-моему, ещё горели у меня тут леса уже. И улучшилось плодородие из-за этого. Блин, забыл... Укрепить религию. Давайте... Что-то купим... Апостола. А, я и не мог к этим прошлым ходом. Я и не мог. Пока никуда не отправляем. У меня пять послов. Я бы поставил... Слушайте. Блин, надо было поставить карточку первой. Вот этот тупанул. Надо было в Канде отправить. Эх. Чёрт. Ладно, средневеков... А, уже тут до конца. Блин, ладно, давайте морскую традицию ради послов. Я всё ещё надеюсь исторические хроники ускорить таки. Торговцы есть. Но я бы храм сначала строил. Так, припёрся ещё и... Исламский миссионер. Ну, и идея... Я вот просто думаю, мне идти обращать... Мапучи или лучше... Корею? Потому что в Корее вообще ничего нету. Там намного лучше религия приживётся. Так, я не помню, я могу с Римом торговать или нет. По-моему, да, с Римом... Или нет. Ладно, пока отклоню. Я ж могу... Нет, не могу. Раз, два, три, четыре. Могу пока только с Австралии. То есть с Арабом, Кореей, Римом и Мапучей я... Ну, и, соответственно, с Египтом не могу. И если мы объявляем войну, или нам объявляют войну, мы обязаны до конца не мириться. Не мириться. Так, сколько у нас стоит апнуть? 80. А, железа нет. Я и забыл. Так, ну, ничего, мы тут обработаем железо. И последнее здание. Пагоды, мечети. Ну, я бы мечети брал. Плюс один к распространению религии, раз мы хотим за счёт Феса науку получать. То есть сейчас идея в дальнейшем построить мечеть. 8 ходов это долго, поэтому мы её купим, скорее всего. Нам 190 веры ещё надо. И пойдём строить... ...миссионеров делать и распространять религию в Корею. Скорее, так нормально расселилась, конечно. Справляется с последствиями стихийного бедствия. Арбалетчик стоит. Так, в Калькутте рынок. В Дели. Наверное, торговцев построить. И ярмарки, соответственно, ускорить. Там 4 торговых пути, да? Да, средневековые ярмарки. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, вообще, всё очень медленно, да? Всё очень медленно. Ну, вот такой старт. Зато и играть интереснее. 128 культуры, конечно. О, блин, я забыл Рим осудить, так он меня сам осудил, зашибись. Так, я ещё Австралию должен осудить. Конечно, по науке-то рядышком, но такая культура. То есть, Египет раньше выйдет в корпуса, а он уже должен быть в корпусах где-то, по идее. Так, Австралию давайте осудим. Три хода до естественного присоединения, но мы ускорим. Ну, хоть с довольством, кстати, у нас как-то влияет усталость от войны. Вроде нет усталости от войны. Так, тут два заряда. Давайте-ка я пойду вот это вырублю и попробую здесь кампус поставить. Так, что я хотел проверить. Вот тут у нас есть хотя бы один последователь Ислама. Мы ещё раз смотрим, работает ли вообще этот бонус индусский. Синагоги, монахи, войны, кампусы и центры коммерции науку и золото дают. И, ну, крестовый поход явно тут не будет работать у нас. Так, решили, что он не покупается, потому что нету священного места. Но теперь священное место есть, тем не менее, монахи, войны всё равно не покупаются. Ну, я не знаю, как это тогда бонус работает. Давайте ещё раз прочитаем. Получает бонусы верований в городе от каждой религии, насчитывающей хотя бы одного последователя. Хорошо, ну, хотя бы этот... Попечение работает. Два золота. Ну, два золота за соседство, так? Нифига не вижу, чтобы ислам хоть как-то работал, честно говоря. Напишите в комментариях, что я тут не учитываю, почему... Почему вот эта способность... Возможно, перевод, конечно, получает бонусы верований в городе от каждой религии, насчитывающей хотя бы одного последователя. Мда. Непонятно. Ну, кстати, это к лучшему, чтобы леса сгорели, а они сейчас лучше станут. Блин, зато чина и не вырос до трёх. А вот это плохо. Он бы сейчас лояльность не терял. Ещё раз. Слушайте, ну, через ход буквально. Ну, это хреново. Калькутта вообще уже стен нету. Раз бы кто-нибудь нападал на Калькутту, всё, хана была бы. Ещё, ещё два населения погибло. Ну, охренеть. Ну, это в Калькутте, правда, не в Дели. Но это, блин, напряжненькое. Ну, на четвёрке играем, на четвёрке. Так, тут сама присоединится. Я, наверное... Когда она сама присоединится, тогда я обработаю клетку. Блин, надо с этой речки съехать, короче. О, столица. Смотрите, как Корея расселилась офигительно, да. Смотрите, где столица и как уже города поставили. 178. Ну, вот тут я хотя бы вижу, за счёт чего у Кореи столько науки может быть. Вот универ. Ой, не универ. Ну, ещё раз повторю. Смотрите, как компьютер не понимает своих особенностей. Просто, когда Савон мог на 4 стоять, уже стоит на 3, да. А здесь вообще на 2. Здесь на 2, на 3. Просто уменьшает. А мы ещё... Он ещё дальше будет Корея ставить районы. Явно уменьшит соседство. Так, тут на один ход я откладываю, чтобы начать сразу кампус строить. Вот там. Блин, всё как-то... Всё всё равно как-то плохо. Вроде уже и расселился. Такое ощущение. Всё равно плохо. Два универа. Ну, давайте потихоньку пока открывать. Ну, а отставание дикое. Отставание дикое. Хотя бы Пингалу надо прокачать. Я вот думаю... Может, всё-таки стоило Пингалу качать, а не Магнуса. У нас слишком мало городов, чтобы Магнус окупился. И то я даже некоторые... Ну, то есть, я не так много получил с этого. Получается. Жители Кирены. Так, вот. Так, а математику за счёт чего я... А, за счёт правительственной площади, потому что я построил третий. Блин, я вот думаю, что дипломатический квартал в Дели имеет смысл построить. Я бы вот здесь построил вместо ступенчатого этого колодца. Ладно, сейчас ещё подумаю. Тут мы прокачиваем Пингалу на... Опять культуру. Нет, на науку. Ой, блин. Серьёзно, ты мне разграбишь черепашек? Ладно, надо посидеть в городе. Всё равно пока это не приделано. Или обработать кукурузу. Ладно, подожду пару ходов. Ну, придётся уже исторические хроники. Я кампуса ещё не скоро буду строить, просто... Так, значит, здесь... Присоединяем. Вырубаем. Ставим... Кампус. Что с путями? Я бы на золото отправлял. Или всё-таки между городами, например, вот и щена и отправить. Между городами, конечно, тоже надо. Ладно. Ну, из Бангалора, наверное. Чёрт, столько всего надо строить. Ну, наверное, с Акведука я всё-таки начну. Там что-то... Тем более, что Акведук я вроде чем-то тут даже ускорю. Военную инженерию. Открыты ли лесопилки? Открыты. Пошли. Вот здесь лесопилку сделаем. Так, вот здесь... Такие. Надо поставить первый посол. А здесь... Бонусы соседства священного места. Всё фигня. Всё фигня. Ну, юниты я сейчас никакие уже улучшать не буду. У меня нету железа. Ну, видимо, опять надо ставить. Или нет. Или 30... Давайте вот это поставим. Чтоб гавань быстрее построилась. Так, значит, теперь в Канде. Я ещё и вассалом стал. Я сюзереном, сорян. Сюзерен, представьте, путаю. Не хочу пока, наверное, ваншан. Хотя, слушайте, пока стоит карточка, можно одного поставить. Но вот это пока ничего не даст. Ещё раз повторю. Мы хотим фес засоюзить. Пока нету смысла его засоюзить. Потому что мы ничего не обращаем. Надо вот... Прямо в тот момент, когда мы будем обращать. Иначе... Бессмысленно. Ну, зал для приёмов. Так, я тут, походу, ещё... Странно. Не дали... По идее, там плюс 2 только, когда ты миссионером. Каждый город, обращённый в основу на новые религии, управляет плюс 2 очка. И почему вот мне не дали за Керену? Если Керена... Ну, Керена где-то... А где она, кстати? Интересно. Керена, видимо, где-то здесь. И... Не только плюс 3 за то, что должны были дать, видимо. Приятно видеть такого же набожного, как я. Говорит, Корея, у которой вообще ни один город не в религии. Прикол. Боже, тут... Смотрите, варвары просто Чхон... Чхонджу атакуют с пушками. Всё, авокат превратил. Кстати, атакат, по-моему, что-то на кавалерийские юниты как-то... А не, анти-кавалерийские юниты. Полнорного городского соединения, это неинтересно. У нас просто кавалерия, эти слоны. Я подумал, может оно как-то... Может быть круто. Я бы, наверное, вот здесь третью, очевидно, поставил ферму. А здесь бы потом ещё этот колодец. Уже рыцари прибежали мапучские. Какой шанс, что у него с тысячу сил он мне объявит войну? Блин, ну фиг ли ты тут сидишь? Вот расскажите мне. Разграбил черепахи. Ну тварь. Блин, ну мне, короче, нужны тут галеры. Нету смысла строить гавань. Блин, надо было на 100% к морским юнитам поставить. Нету смысла строить гавань, потому что эта тварь мне не даст этого делать. Ладно, давайте две галеры сделаем. Тут, видимо, всё-таки кукурузу надо. Или вырубить лед. Давайте вырублю лес. Уже кавалерия у Кореи вовсю носится бешеным кабанчиком. Даже уже три... Ну там минус 0,3 десятых, это терпимо. Вообще всё грустно, повторюсь в очередной раз. Что мне тут строить? Может здесь военный лагерь сделать? Вот тут могу и тут поставить. Вообще что-то на жильё бы. Священное место рядом с рекой не могу поставить. Так что мне кажется, в этом городе его и нету смысла ставить. Может всё-таки реально военный лагерь? Давайте. Блин, десять ходов уже до конца возрождения. Там они, конечно, по науке понеслись куда-то далеко. Сто семьдесят два, сто шестьдесят девять, сто пятьдесят девять. Где у нас Вавилон? Смотрите, а Мапучи-то от Вавилона не особо отстаёт. Но Вавилон может быть в химии за счёт союза там у него с кем-то. Я поэтому и говорил, что это очень нехилое ускорение такое получается. Блин, давайте я, наверное, подожду карточку на сто процентов к созданию кораблей поставлю. Тогда, ну, вырубка леса больше даст. Ага, Рим у нас тут. Классу, получается, возможно, вообще внутреннее море, из которого никуда не выплыть. Блин, я бы в Хайдарабаде купил рабочего. Сколько стоит? Сто семьдесят. Давайте накопим, надо купить тут рабочего. Город вроде потенциально неплохой, но сейчас он очень слабенький. Ладно, спонсоры канала продолжения могут поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. А для всех остальных она появится завтра. Играйте в умные игры, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok